Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Мы начинаем нашу восьмую опционную конференцию при поддержке Московской биржи. И конференцию откроет Кирилл Пестов, Московская биржа. Спасибо большое, Алина. Ну, как вы знаете, наверное, по программе должен был сейчас вас приветствовать Рома Сульжаком, к сожалению, заболел. Поэтому попросил меня обратиться к вам. Я рад видеть, что несмотря на сложные ситуации на рынке, вообще достаточно такую не очень оптимистичную ситуацию вокруг, столько людей по-прежнему интересуются торговлей на срочном рынке Московской биржи, в частности, торговлей опционами. Со своей стороны хочу сказать, что для нас, как для организации, наверное, опционная торговля – это одно из таких приоритетных направлений, где можно показать хороший рост с точки зрения развития различных инструментов, с точки зрения оборотов, с точки зрения ликвидности. База пока очень низкая, мы видим, куда расти. К сожалению, не все то, что мы анонсируем, пытаемся сделать, получается, быстро. Роман попросил меня еще раз принести извинения за недельные опционы, которые мы пытаемся запустить. К сожалению, есть у нас определенные задержки по настройке наших IT-систем, связанных с риск-менеджментом, но планируем все-таки в первом квартале следующего года этот инструмент для вас представить. Из, скажем так, новинок, наверное, многие из вас знают, недавно, буквально пару недель назад, был запущен новый индекс на волатильность. Предыдущий, по многим замечаниям, людей не очень нравился, был неудобен для торговли. Новый индекс RVI, который мы запустили, он полностью копирует американский индекс VIX, и надеемся, что те подходы, которые сработали там, будут работать и здесь. Поэтому всячески призываем вас, кто еще не смотрел, не видел, может быть, поглубже покопаться, ознакомиться с этим инструментом, который сильно может вам помочь в торговле различными опционными стратегиями. Мне кажется, что, если я не ошибаюсь, в программе у нас сегодня будет дискуссия, поэтому индекс RVI в каком-то из вопросов освещена. Но, тем не менее, в любом случае, если будут вопросы, мы готовы ответить на них. В плане развития именно опционной тематики Московская бюджет не так давно запустила конкурс, в котором участвуют несколько IT-разработчиков, которые специализируются именно на написании программного обеспечения для опционной торговли. Как вы знаете, опционное – нечто отличное, в отличие от других инструментов, поэтому очень важно иметь правильное программное обеспечение, которое бы облегчало и мониторинг рисков, и позиции, и удобство видения вокруг себя, то, что происходит. Поэтому мы договорились с несколькими разработчиками о том, что будем совместно продвигать и их ПО, и проводить обучающие семинары. Обучающие семинары, которые будут включать в себя теорию и практику торговли опционными, так и, соответственно, будут рассказывать о своих продуктах. Информацию об этом можно найти на сайте биржи, но мы тоже готовы, в основном, ответить и рассказать вам более подробно. Поэтому, опять-таки, хочу подчеркнуть, что для Московской биржи опционы остаются одним из самых приоритетных направлений для срочного рынка. И еще раз хочу поблагодарить вас, что пришли, поблагодарить организаторов за то, что предоставили нам возможность здесь поучаствовать и выступить, и пообщаться с людьми. Спасибо. Спасибо, Кирилл. Смотрите, мы на прошлой неделе, вот, при подготовке к конференции, встречались как раз вот с Московской биржей и думали, как мы, нужно ли что-то поменять в программе. И вот сегодня у нас спонтанно достаточно сложилась такая реформа. Биржа готова отдать, в общем-то, полчаса времени, которые были выделены на обсуждение нового индекса волатильности, для того, чтобы увеличить время, проведенное с Кириллом Ильинским. Кирилл Ильинский. Кирилл Ильинский, редкий гость из Лондона. Автор 10 лекций, которые в прошлом году в Санкт-Петербурге, в общем-то, они довольно тихо прошли в аудиториях, но после этого они взорвали интернет-сообщество и стали очень популярными именно среди трейдеров и прежде всего среди опционщиков. Кирилл, я передаю вам слово. Пожалуйста, скажите сразу, как вам удобнее получать вопросы от аудитории. По ходу дела или в конце? Если по ходу, то я тогда буду тут вот с микрофоном перемещаться по залу. Все, понятно. Слышно ты, да? Классно. Ну, то есть, понятно, да? То есть, суббота у меня еще на три часа меньше. Московская биржа отдала мне свое время, потому что Сульжик заболел. Вот. И, соответственно, у меня такой рабочий день. Большое спасибо, что вы пришли. И вот, кроме сказали, вы знаете, так у нас только там ползала. Я говорю, прекрасно. Значит, люди, которым интересно. Зачем нам люди, которым не интересно? Я не буду вам рассказывать то, что вам анонсировали в программе. Это было понятно. Я уже это сказал. Да, что я не знаю, что такое маркер волатильности. И лекции я, в общем-то, не читаю. Но, поэтому мы сделаем так. Я 45 минут что-то расскажу, а потом вы просто позадаете вопросы, если вам интересно позадавать вопросы. А не интересно, ну, тоже хорошо, я пойду при кофе. Значит, когда Алина меня подписала приехать на эту конференцию, я ее спросил, а, собственно, кто в зале там? Она говорит, ну, вот у нас такая вот аудитория, у нас такие частные трейдеры. Я говорю, понятно, частные трейдеры – это не моя аудитория. Я не знаю, о чем говорить частным трейдерам. Поэтому я вышел из положения так. Я взял одного из наиболее публичных частных трейдеров – Сашу. Да? Вот. И, не говоря ему, зачем это все, спросил, ну, что тебе было бы интересно услышать? Какие вопросы? И он говорит, что он, не думая над вопросами, нарожал вопросов. И я, собственно, вопросы эти записал, дальше пошел к нам на деск и сел и поговорил с бойцами. Говорю, вот у нас есть такие вопросы к нам. Поэтому мы будем идти по вопросам. Если вопросы неинтересны, то вот он крайний. Вот. Ну, и вот так вот. Вопросов было, по-моему, штук семь. Да? Я не думаю, что она… ну, как-то мы все будем трогать. Но, тем не менее, есть вопросы, которые, видимо, реально волнуют. И поэтому они много раз возникали из разных людей. Значит, вот первый вопрос был такой. За что готовы переплачивать институционалы? Где бенефит? За что? Вот мы, частные трейдеры, понятно. Понятно, что как-то мы должны стричь институционалов. Как бы вот за что институционалы готовы переплачивать? Вот короткий ответ, что институционалы готовы переплачивать за все. За все. Нет. Не-не-не. За все. И по большому счету думайте об этом так, что институционалы готовы переплачивать за удобство. Да? То есть, вот я недавно читал, по-моему, Тимофей перепощивал отчет кого-то, кто съездил в Лондон. И говорит, блин, как в Лондоне все дорого. Это просто кошмар какой-то. Типа, Москва такой дешевый город, Лондон такой дорогой. Автобусы такие дорогие, музеи такие дорогие, еда такая дорогая. Все вот это. Как бы, ну о чем это разговор? А я приезжаю в Москву, думаю, блин, какая Москва дорогая. Это просто кошмар. Да, машины какие дорогие. Вот эта вот еда какая дорогая, гостиницы просто сумма. О чем это разговор? О том, что, вот я не умею жить в Москве, да? А гость Лондона явно не умел жить в Лондоне, да? Поэтому, когда ты приезжаешь, ты, не задумываясь о том, как устроена инфраструктура, начинаешь за все платить. За все. Да, там прекрасно автобус ездит, красная открытая крыша, рассказ про вот это. Вот и ты за все за это платишь. Потому что ты, в общем-то, делаешь это один раз. Да, ты приехал, заплатил свою пятерку, прекрасно с женой провел время. В общем-то, тебя не очень волнует, сколько по большому счету это стоит, и ты это разово сделал. Вот та же самая ситуация у институционала. Институционал торгует большие количества не очень часто. Да, и в единицу времени для институционала это очень небольшие деньги. То есть, ну да, там 30 бипсов переплатилось. 30 бипсов – очень большие деньги. Да, но так по большому счету, если я вхожу и держу позицию там полгода-год, ну 30 бипсов – не очень большие деньги. И вот это вот, собственно, такой вот базовый-базовый ответ. Нам нужно заплатить красный автобус. Да, а как вы думаете, устроены банки, брокерские компании и так далее, и так далее. То есть, брокерские компании, то есть, ну и банки, брокерские компании, биржи, ну вот все, кто, собственно, стрижет людей, которые активно, собственно, что-то делают, да, как? Они создают флоу. То есть, они устраивают конференции, они делают такие красивые… Я шапочек не видел про Викс. Ну там, ну, короче, делают всякие такие хорошие вещи. Да, то есть, они вкладываются в создание флоу. Да, они пишут программное обеспечение, там, ну вот массу всего, чего такого делают. Да, для того, чтобы создать флоу. Они вкладываются в эту инфраструктуру. Вот это красный автобус. Да. Если вы не готовы становиться экскурсионным бюро или там ресторанчик маленький открывать или что-то еще, да, а вы приехали, походили и ушли, да, что, собственно, про трейдинг и есть, то вам, по большому счету, должно быть не жалко. Да. Важно не иметь один источник цены. Вот. И, в общем-то, все. Вот если вы имеете один источник цены, вы всегда выбираете самого дешевого и ужимаете его, ужимаете, ужимаете. Это потенциально очень опасно. Да, то есть, когда вы думаете, что вы дешево ужали маркетмейкера там или банк, или по OTC, или что-то, вы на самом деле продали хвост. Я как-то об этом рассказывал однажды, да, как мы торговали в МИДе очень долго, да, перед кризисом 7-8 года. Только для того, чтобы оказаться заложниками потом у этого банка. Поэтому всегда надо иметь несколько провайдеров цены. И ничего страшного, если вы немножко переплатили одному или другому и третьим. Вообще имеет смысл, особенно в неликвидных позициях, иметь позиции в двух местах. Потому что если вы в одном месте... И ничего страшного, если вы в одном месте переплатили. Но это просто по определению так получится. Если один дешевле, то другого явно будет немножко дороже. Ничего страшного. Ну, переплатили, переплатили. О чем это разговор? О том, что когда начинает становиться плохо, вы начинаете выходить из места, из того, где вам становится плохо, да, а тот вас не выпускает дешево, потому что ну с чего бы это, да, он же видит, что вам плохо. А любой другой скажет, а я не права от ликвидити своему, своему компетишену. Все, ты вот там с ним заходил, тебе там было подешевле на 5 рублей, ну прекрасно. Вот там и живи. Все, нет, я не буду. И вот так, собственно, очень много потерь произошло из-за того, что люди пытались... Ну я наблюдал там онлайн-позиции с потерями 300-400 миллионов долларов, да, с одним банком. Потому что люди, когда входили, они просто сжимались там за полбипса в кредите. Вот, поэтому ничего страшного, переплачиваем. Чуть-чуть переплачиваем, да, мы переплачиваем. Когда мы начинаем разговаривать, приходит бюрок и говорит, мы самые хорошие, там, маркетмэк, мы самые хорошие, мы самые дешевые, мы самые... Нам не надо так. Не надо, все в порядке. Давайте будем торговать там, где для вас это commercial viable. То есть не очень интересно, очень дешево войти, или там как-то очень дешево выйти. Да, потому что, в общем-то, вот это звучит, конечно, странно, но relationship важен. Мало того, когда мы разговариваем, мы, в общем-то, говорим, давайте вот это, чтобы это был business for business. То есть мы пустим через вас flow. Не надо нам дарить шапочки или ужиматься на полбипса. Да, и делать это себе в минус. То, что вы ужимаетесь на полбипса, у вас бизнес умирает, у нас, соответственно, заметно лучше не становится, ну и как-то вот пользы нету никакой. Давайте как-то, ну, дружить с семьями. Вы там, образно говоря, нам найдете там или приведете кого-то, а мы через вас пустим flow. И вот это вот, собственно, тоже такая часть менталитета. Потому что, на самом деле, по FSA и RUZ вы не обязаны торговать по лучшей цене. Вы обязаны торговать по цене, которая экономически выгодна вашему инвестору. Если вашему инвестору выгодно получать research, а при этом торговать по чуть худшей цене нормально, по большому счету, это вы как менеджер принимаете решение, что лучше вашему инвестору. Вот. Дальше продолжает этот разговор. В больших домах, да, есть вот портфолио менеджмента, есть трейдеры. Вот. И вот эти вот трейдеры, у них единственная работа – ужать банк. Банк, ужать брокеры и так далее, и так далее. Потому что, по большому счету, это то, где они добавляют value. Поэтому человек, ну и мы когда начинали, да, то есть, когда мы начинали, там, у меня партнер был начальник кредитрейдинга Банков Америка. И у него тоже такая менталити была. Сейчас вот мы вот будем большие решения принимать, а дальше будут такие трейдеры, которые будут вот уже мать банки. А ничего этого не произошло. Почему? Потому что, на самом деле, для компании это экономически невыгодно. Ну, возьмем мы такого трейдера, который будет грызть глотку и ужмет кого-то на 50 тысяч, а потом нам это будет стоить миллион. Да? Потому что, в конце концов, это relationship. Поэтому вот эти execution трейдеры, сами по себе, это такой, в общем-то, умирающий класс. Вместе с приходом электронной торговли, да, это такой умирающий класс. Короче, cutting story short не имеет смысл очень ужимать. И не имеет смысл искать лучшую цену. Да, институционалы. Очень часто. Поэтому создаются окна, в которых люди, которые, ну, готовы брать по чуть-чуть, и люди, которые не настолько sensitive, и люди, которые не видят себя, ну, либо, да, которые могут сюда, собственно, это видеть и заходить. Так. Дальше. Откуда? Как сесть на хвост институционалу? Откуда берутся деньги в торговле опционами и как сесть на хвост институционалу? Прекрасно. То есть, как, собственно, доить нас? Ну, нас, банк. Хороший вопрос. Главное, чтобы вы знали. Я отвечаю на эти вопросы абсолютно бесплатно. Да? Вот. Это надо похлопать Алине. Ну, так хорошо. Откуда, как сесть на хвост институционалу? На толстый. Ну, на толстый. Вот. А дальше, конечно, будет, понятное дело, вопрос, зачем вообще эти все модели? Зачем эти модели, да? Ну, по-настоящему же деньги лежат не в моделях. По-настоящему же деньги лежат в понимании рынка. Вот это вот как вообще... Я... Я хорошо. Я и говорю, что это вопрос. Я просто до чего не дошел. Вот. Но просто это рядом здесь лежит. Значит, у банка есть поток. У банка очень много сделок, у банка очень много разного риска и так далее, и так далее. Банк не может... Ну, банк делает так, как ему экономически наиболее оптимально. Когда банк делает так, что ему наиболее оптимально, это необязательно, что это максимально правильно для конкретного инструмента. Просто в целом для него это правильно. И поэтому риск-менеджмент, который использует банк, у него, который, собственно, сидит на моделях, который, собственно, неплохо бы понимать. Это не значит, что это нужно знать, или модели правильные, или там что-то, да? Но это просто, как бы, если вы хотите понимать структуру рынка, не вдаваясь в модели, вам бы надо понимать, как другие люди принимают решения. Другие люди так принимают решения. У них на уровне спротшита, системы, потока, мюрекса, у них так устроено все. Очень тяжело в мюрексе имплементировать. Да, это вообще отдельное дело, отдельные люди, отдельные деньги. Да? Вот. Поэтому, собственно, есть углы, которые можно подрезать. И, собственно, большие плееры так обычно и делают. Мало того, когда вы сидите в банке, ну, вот история моей жизни, да, ты сидишь в банке, ты это все видишь, думаешь, блин, а вот это-то как? А вот это, вот это, сейчас я уйду, вот у меня будут деньги, я начну их там подрезать. Да? А потом ты проходишь эту стадию, и выходишь в стадию, когда, в общем-то, то, что ты делаешь, очень просто. То есть, вот это несложный моделинг такой, вот так вот ногу, и вот так подрезать, и так, и вот ты выделяешь этот маленький кусочек, а потом левериджишь его 10 раз, и вот, наконец, эти там, сколько-то процентов годовых, да? На самом деле, то, что делается, когда ты проходишь через эту стадию, то, что дальше происходит, ты, в общем-то, используешь очень простые модели, да? Потому что сложные, ничего не работают. Потому что, если ты здесь нарезал, нарезал и отлевериджал, да, к вопросу последнему твоему, то возникает, как бы, дополнительный такой риск, который, в общем-то, ты не прайсишь. Но, говоря все эти общие слова, тем не менее, полезно, вот если, как бы, ну, на самом деле, я не совсем был, не совсем правильно, первый вопрос был такой, вообще, люди обычно приходят послушать про Грейл, да, про, ну, про Граль, вот, но обычно этого никогда не происходит, поэтому они приходят 8 лет подряд уже, и вот, и Граль, все не происходит, и не происходит. Вот, поэтому, ну, есть такая философская концепция, что Граль, в поиске Грааля, да, поэтому, типа, нет, конечно, вещь, которую ты сел и будешь всю жизнь делать, ну, ты вот нашел его, да, так вот спрятал его к себе, вот, и ты, значит, это всю жизнь так вот делаешь, делаешь, он там, чичин, чичин, и вот, и все это прекрасно. Вот Граль, он не живет, он, он, как бы, тускнет и уходит, он не выбирает такого рыцаря. Собственно, у рыцаря должен быть квест, да, поэтому надо все время искать. Как татары шли через степь за травой, так и пробтрейдер, он такая лошадка, ну, как бы, говорит, волки много кормят, да, а я, так говорю, всю лошадку трава кормят. И вот трава, где-то, ну, рынок как-то развивается, вот вырастает где-то трава, туда приходят люди, выедают траву, потом приходят слоны и вытаптывают все. Вот до того момента, когда трава еще выросла, надо туда прийти, да, но в момент, когда ты видишь, что слоны бегут, надо, как бы, уйти, потому что слоны затопчут вообще. Поэтому неплохо бы все-таки понимать, как бы, идентифицировать вот эту траву и быстро, как бы, ее, понимая, туда приходить и уметь ее есть. Это, собственно, в общем-то, по большому счету, ну, такая квантитатив-экспертиза. Поэтому надо, ну, как бы, возвращаясь к Граалю, самый простой Грааль. Смотрите, какие инструменты продаются. Да, вообще, если говорить о природе волатильности, о которой мы будем говорить, да, то что, собственно, самое важное? Это позишеник. Что определяет волатильность? Позишеник на рынке, да? Позишеник он обычно сидит в конкретных инструментах, да? Поэтому самое простое, что вы можете сделать, это приходите в свой private bank, напротив вас садится очень милая девушка, она такая, как бы, уже там, сколько-то лет на этой работе, у нее есть набор красивых бумажек, иногда ламинированных, вот, и она начинает вам рассказывать, там, ну, там, вот, депозиты нет, вы более такой настоящий парень. И вы ее более-менее спрашиваете, а что у вас самое продающееся? Она говорит, ну, вот эти вот коллабл, коллабл, самые прекрасные вот эти вот. Ну, это либо reverse converts, да, либо dual currency deposits, либо коллабл. Коллабл. И вы так говорите, да, и много, и что, вот просто вот, много реально ребята покупают, он говорит, да, это коллабл, это самое главное вообще, честно. Ты говоришь, понятно, коллабл. И что это такое коллабл? Вот, и кто это делает? Сакджен, понятно. Ну, и вот как бы вот это вот все вот это происходит, да, и дальше происходит 11-й год, например. Ну, или там сейчас 14-й год, или там начало 15-м, не знаю. Вот, что происходит такое коллабл, да? Да, реально это клиент, long call, у которого как-то duration, ну, maturity ездит. Если рынок идет вверх, maturity как бы уменьшается. Если рынок идет вниз, maturity увеличивается, да? Поэтому как, собственно, клиент, ну, как, собственно, банк об этом думает? Ну, понятное дело, я теперь short этот колл, странный duration, да, я сейчас куплю фарвардов. Фарвардов, я купил фарвардов, продал дивиденды. Правильно? Ну, прекрасно продал дивиденды. Теперь, а теперь неожиданно приходит коррекция в 15-20%. Ну, нормально, все там, дельта, чемельта, все нормально. Вот, но что происходит? Duration этого всего дела вырастает. Да, потому что, ну, уже, мы уже не будем колл. Это значит, что вот эти вот дивиденды, которые я продал в short-end, их теперь надо продать, ну, образом говоря, в двух годах. Теперь их надо продать в пяти годах. Да, то есть вот это вот мое, как бы, вот экспоза, оно сдвинулось в long-end. Это значит, что люди выходят и систематически мочат эти дивиденды в далеком конце. И вы смотрите на эту дивидендную кривую и говорят, как дивиденды, Евростокс 80, ну, как такое может быть, Евростокс, как же, ну, там же, ну, спешите в дивиденды всех банков, спешите в все страховые компании. Все равно нет. И тут начинает выходить Goldman Sachs и рассказывать о том, что да, вот есть такие projections там, туда-сюда, это не важно. А вы все, что вы понимаете на самом деле, да, что это очень популярный продукт, который создал очень техническую ситуацию, которая реализовалась вот из-за этого. Да, вот это вот падение на хвост институционала, да, по большому счету. И это не каждого участника, потому что каждый участник понятия об этом не имеет. Но, тем не менее, есть хаб, институционал, который это преобразовал в то, что надо будет продавать далекие дивиденды. И ты знаешь, что на самом деле это наиболее leverage, наиболее protected play на long market в коррекции. Да? Ну, хорошо. Дальше. Вот люди, да, люди любят продавать волатилити, потому что это приятно. Потому что практически все время ты делаешь деньги, ну, вот, ты такой, ну, ты берешь риск, там, вот, да, у тебя положительные числа почти все время. Ну, и вот такое все, да. Особенно приятно продавать вариант свопы. Потому что страйк вариант свопа, он выше страйка волл свопа, выше страйка этого мани. Все. Прекрасно. Поэтому все идут и продают вариант свопы. Поэтому клиенты все продают вариант свопы. Всегда. И когда эти вариант свопы были сравнительно новый такой вот элемент, и он такой был OTC и так далее, в общем-то этот рынок контролировался, ну, там, тремя-четыремя банками, по большому счету. Да? И там какие-то были побольше, поменьше. Были пробдески, которые сидели, и, соответственно, вот ему показывали график. Итальянский парень смотрел на этот график, и вот, да, вроде бы все make sense. Продавать волатилити имеет смысл. Вариант свопы прекрасный, премиум все время. Что происходит дальше? Как, собственно, устроен хедж варен свопа? Ну, понятно как. То есть банк покупает эти варен свопы эффективного клиента. У него теперь есть эти фиксинги и так далее. И параллельно он продает стрип опционов, чтобы зафлотить гамму. Тоже понятно. Ну, и все прекрасно, там есть теория некая. Вот Олег, он умеет это все писать, печатать в журналах, придумывать каталогию. Все прекрасно. Что происходит дальше? А дальше происходят большие движения. Ну, такие там 5%, да, там, где брейки в НВО был 1% или там 1,5%. Да? Ну, прекрасно. Что вы думаете, делает банк? Как у банка, собственно, устроена хедж позиция? Ну, то есть, вот он лонг эти варен свопы, шорт эти опционы. Эти опционы, которые он шорт, он шортгам, он должен, как бы, ну, покупать все выше и выше. Или там продавать все... Ну, вообще, обычно продавать все ниже и ниже. Да? Обычная ситуация. Продавать все ниже и ниже, да? И, собственно, на закрытие он должен вот ровненько в закрытие продать, чтобы обнулить дельту и перейти к следующему дню этого варианта свопа. Ну, и что делает банк? Да? На большом движении. То есть, у него скатилось, 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 и ему нужно будет куча дельты продать на... Ну, на фиксе. Ну, что, банк будет сидеть и ждать конца фикса, что ли? Да нет, конечно. Они сидят кругом и говорят, ну, что, Сева, у тебя сколько дельта? Он говорит, миллиард. Он говорит, tell me when. Да? Это значит, что в какой-то момент, конечно, никто не будет на аукционе это все реализовывать. То, что делает нормальный парень, он начинает за 10 минут до аукциона, начинает сливать эту дельту. Да? Почему? Потому что, если он оттолкнет рынок дальше этой дельтой, ну, ничего страшного. Он продал дельту выше фикса. Поэтому он эффективно на книге и на этих вариантов свопах сделал деньги. Поэтому ему удобнее толкать как можно дальше. Да? Своим большим размером. Правильно? Все. Вот это, собственно, то, что делает. Соответственно, все сидят рядом. Да, у индекса, они все как-то коррелированы. Все сидят рядом, смотрят на этого трейдера вариантов свопами, потому что все индексы коррелированы. Все знают, что если сейчас Евростокс еще гапнется 2%, а вы знаете, на закрытии уже и так это паника, чпаника, вот это все. Да? И вот это, и в последний момент еще кто-то приходит и говорит, блин, это ликвидация. Это не ликвидация, это технический трейдинг такой. Так просто есть инструментов, которых очень много. Да? Про которых по-хорошему бы надо знать. Собственно, позиционинг так устроен. Вот. И это вот то место, которое в принципе тоже, если вы знаете, не надо знать модели. Да? Надо знать примерно, что будет делать люди, у которых это все экспоза сидит. И вот в этот момент, в последние 10 минут. Да? Ну, риск ли это в твою пользу? Конечно. Нужно это нести дальше. Важно ли это, что там будет завтра? Ничего это не важно. Да? Это технический трейдинг. Вот ты типа, да, вот ты реально упал на хвост инстанционалу. Да? Ну и как бы разговаривая как-то дальше, дальше что? Где сидят все деньги? Ну, все деньги сидят так или иначе в пенсионных деньгах. Да? Ну, так или иначе. В страховых пенсионных. Как у них там все устроено? У них там есть продукты какие-то, там активные фонды. Ну, активные фонды уже не очень активные. У них там интерес трейд маленький, поэтому фьюз уже большие, поэтому это все не очень интересно, поэтому надо бы делать тракеры или какие-то простые продукты. Ну, прекрасно. Вы будете сегодня много говорить про ВИКС, там, волатилити и так далее. Вы знаете, что есть ВИКС-продукты? Да? Продукты на ВИКС. Соответственно, ну, образно говоря, пенсионеру, ну, там, нашему клиенту-пенсионеру, он не может реально фьючерсы сошатить. Ну, вот реально не может. Я даже не могу объяснить, почему. Потому что если я начну объяснять, это займет еще полчаса. Да? Потому что кастоди у него так устроено, у него есть требования на клиентские деньги, которые должны быть отделены от баланшета, а вот эти фьючерсы или там заложенные бумаги, они лежат в книге, которые не отделены вообще, говоря, от баланшета. Ну, вот здесь куча всякой такой ерунды, которая как бы вот мешает. Поэтому удобно покупать эти продукты, сколько бы они не стоили. Вот. А дальше там есть динамическое правило. Поэтому, ну, вот возвращаясь к напечатанному. Возьмите, каких продуктов много. Ну, их много. Есть книжка сакдженовская. Да? Они, по-моему, каждый квартал выпускают эту книжку про эксченж-трядут продукты. Это не OTC. Вам не надо кредитных линий там как-то думать об этом. Берете книжку. Смотрите, каких продуктов много. Так, понятно. Вот этого продукта много. Хорошо. Идете на биржу и скачиваете проспектус. Ну, окей, он по-английски будет написан. Скорее всего, это будет три страницы в 250-страничном томе. Да? Ну, ничего страшного. В конце концов, ну, чем вам заниматься, если дома сидите и торгуйте. Вот. И читаете. А там есть правило. Да? И правило это устроено так, что, ну, реально, вот эти продукты, которые выпущены на VIX, там LT7 вообще отдыхает. Просто отдыхает. Да? И, конечно, есть некая динамика, которая к этому приводит. Да? Но, но вот все. Вы теперь знаете, как устроен позиция. И вы, на самом деле, знаете, когда систематически люди будут делать в каком сайзе. У вас есть формула. Да? То есть вы на 15 минут раньше, образно говоря, знаете, что должно будет происходить. Это, конечно, требует усилий. Это, конечно, не стопроцентно. Да? Но это вряд ли можно делать. Ну, то есть вот, как бы, это вряд ли можно делать в обалденных размерах. Мало того, это, в общем-то, нельзя, когда все в маленьких размерах начинают сходиться, получается все равно большой размер. Да? Ну, вот, вот этот вот весь процедуринг, да? Находите чего много. Находите, как это описывается. Понимаете на очень, в общем-то, простых на пальцах, как это устроено, да? И знаете, на 15 минут раньше, что будет происходить? Вот. И, в общем-то, ничего в этом нового нет. Потому что любой брокер был хороший парень такой в России. Вот. Он был такой опционный маркетмейкер. И в хорошем доме. И все такое. Приехал с границы. Его выписали. И, ну, и он пичал нас for business. Ну, и, соответственно, рассказывал, как вот, ну, а вам-то с этого чего? Говорит, ну, нет-нет-нет, вы нас спрашиваете, все спрашиваете. Потому что, потому что у меня есть книжка, в которой я записываю все. И в этот момент мы как-то так, мы, в общем-то, об этом никогда не думали. Потому что, ну, что. А он, реально в эффекте это именно так и происходит. Все, вот у тебя есть барьер. Здесь институционал, есть сайз, есть барьер. Любой, с любым фиксингом так будет происходить. Но он не торганул с тобой. Ничего страшного. Может, это даже идеально, что он не торганул с тобой. Да? Потому что риска у тебя этого нет, но ты знаешь, что этот риск у кого-то есть. И, соответственно, кто-то вблизи барьера с пятикратной дельтой, там, 500, будет что-то делать. Да? Поэтому институционалы, они, собственно, и не институционалы. Маркетмейкеры слэш брокера на OTC рынке. Да, они, в сущности, ведут эту книгу, потому что у вас нет такого, ну, не видно этого опыта интереса на бирже, не видно размера продуктов. Но, в сущности, в этом ничего нового нет. Так. Хорошо. Длинновато получилось, но неважно. Следующий был вопрос. Волл. Какая природа волатилити? Что движет рынок? Хороший такой вопрос, короткий. Значит, ну, я, по сути, на него ответил. Да? Собственно, то, что нужно знать. Чем больше вы будете понимать. Ну, как бы, есть цепные механизмы. Да? То есть, есть правила. То есть, ну, как бы, есть начальные условия, а дальше есть динамические уравнения. То есть, вот есть правила некие. И эти правила приходят, ну, в каком-то смысле, от институционального риск-менеджмента. Вот. А есть начальные условия. Это не начальные условия, это позишнение. То есть, вот позишнение очень важно, мы про это поговорили. Дальше есть национальные условия. Чем выше рынок, тем ниже волл. Чем ниже волл, тем выше рынок. Это такая самопропагирующаяся такая цепь. Да? Поэтому происходит маленький качок внутрь, ну, как бы, вниз. Люди, имея большие риск-лимиты из-за того, что волатилити низкая, догружают позиции, выглаживают волатилити и толкают рынок вверх. Да? В обратную сторону. Все происходит ровно в обратную сторону. Поэтому, собственно, волл такой персистент. И это, как бы, на инвестиционной части. Но есть, как бы, корпоративная часть. Она, скажем, ну, там, для вас мало интересна. Но если вы начинаете смотреть на рубль-доллар, да, или там как-то на что-то еще такое, да, это вот уже, на самом деле, становится актуально. Есть корпоративная часть. И с корпоративной частью, там все происходит под кредитными линиями, там есть надбавка, которая называется CVA, за, ну, эффективный кредит корпората, когда mark-to-market будет negative по сделке и так далее, и так далее. И вот этот вот, и вот этот вот CVA, да, это, по сути, такой экзотический опцион. Можно не понимать, как он устроен, но реально на пальцах-то вот вы всяко нарисуете, как он устроен. Если у меня рубль-доллар, это идет вниз, появляется риск, что я эти деньги не отдам. Как определяется этот риск? Он определяется моим кредитом, который в этот момент становится хуже. Поэтому мы, как страна, как Россия, да, мы все wrong way risk, то, что называется. То есть мы теряем деньги тогда же, когда ухудшается наш кредит. Да, этот Россельхозбанк не так устроен, да, потому что у него, ну, другая ситуация. Да, но в целом мы, как страна, так устроены. Хорошо. А как определяется, что в эту стоимость опционов входит? Ну, явно дело входит какая-то там волатилити анделайна, да. То есть, собственно, как низко может упасть доллар-рубль, ну, прекрасно. А дальше, конечно, входит наш кредит и корреляция между этим делом. Так вот, когда считаются серии, да, смотрятся там на 5 лет назад. Ну, и дальше какой-то Монте-Карло делается, еще что-то. Когда волатилити, к чему я все это говорю? Когда волатилити маленькое, кредиты низкие, этот серий маленький. Поэтому я могу эти делки и сделки делать и не задумываться о том, что они чуть-чуть дороже там, чем, по идее, я вижу в Блумберге, ну, потому что там то и все. Но, когда волатилити взлетает, кредит становится хуже и так далее, серий становится большой. И я, как корпорат, эти сделки делать больше не могу. Да, и это вносит абсолютно другую динамику в ваш рубль-доллар. Да, то есть это в сущности на существующей инфраструктуре это убивает корпоративный флоу. И это произошло, потому что пришел базы новый, да, а после этого банкам потребовалось 2-3 года для того, чтобы проимплементировать. Да, так вот эта вот ситуация, она на больших движениях и на расширяющих кредитах разгоняет волатилити рубль-доллар. Да, и у этого есть, в общем-то, довольно понятный, если вы сядете и разберетесь, у этого есть довольно понятный барьер на движение. И на кредит. Вот. Нет. Хорошо. Саша считает, что деньги лежат не в моделях, но важно понимать рынок. И это вот так вот над ним быть, и вот так вот как-то вот это вот видеть, все. Ну, и я так называю, я так называю, что он, в общем-то, моделир, просто он не хочет в этом признаться. Потому что так вот понимать рынок, это, в общем-то, модель. Я имею в виду вот сложные такие математические, про глубины. Понятно. Про глубины. Ну, вот этот вот опцион, который я только что описал, но он сравнительно сложный. Да, потому что у него здесь один анделайон есть, и кредиты, какая-то корреляция, там вот это вот все. Но, с другой стороны, он берется в Bloomberg и скачивает описание его. И там, в общем-то, сравнительно все понятно. То есть это не безумно. Но важно еще раз. Это такая сервис-индустрия. Банк – это сервис-индустрия. Брокер – это сервис-индустрия. У банка есть производственный процесс. Вот эту модель, модель не самоцель. Модель нужно понимать, для того, чтобы понимать, как у вашего соперника устроен decision-making, risk-management. Не, я вот это имел в виду, что часто люди убираются, просто они волатильность, пытаются моделировать на основании там просто цен волатильности, и вот слишком в эту сторону уходят. Понимая, что основные будущие факторы, они нас. Всегда будут люди, которые не хотят ничего читать, а хотят смотреть на картинки. Это вообще нормальное дело. Мы же не пытаемся, мы же не евгеникой занимаемся. Правильно? Там как-то природа сама очистит. Кто-то выживет, кто-то не выживет. Всегда есть статистический сампл. То есть, если тысяча человек смотрит на картинки, один из тысяч, безусловно, ну как-то там, так просто карта ляжет случайно. И после этого он встанет и скажет, все, я классный торговец по графику. Ну окей, просто это не моя система ценностей. Да? Вот. Но с другой стороны, с другой стороны, ценовые движения, равные как и объемы, они несут, а это такое отражение на, ну как, платоновское. Да? Тень на стене. И, в принципе, имеет смысл. Не значит, что, если я сейчас увижу тень на стене, это прекрасная девушка, вообще, возможно, в пещере, но на стене-то она будет не прекрасная девушка. Да? То есть, конечно, соответствие между тем, что в пещере и тем, что на стене, оно не... И очень может быть, что наблюдая эту тень на стене, я больше совершу себе урона, чем пользы принесу. Но, тем не менее, безусловно, в объемах и в ценах, и в скоростях содержится некий элемент, как бы, информации, который ты, в общем-то, заносишь в модель, в свое понимание. И дальше, как его очистить, как его продолжить, как его... Ну, это, собственно, скилл такой. Да, можно этим не заниматься. То есть, если вы занимаетесь долгосрочными вещами, я, как бы, считаю, что долгосрочно так или иначе все рассасывается, остается только вот это. Остается позишнинг и техника. А больше ничего не остается. Но на коротких временах, тем не менее, конечно, да. Так. Поэтому, да, в моделях лежат. Не значит, что надо использовать модель. Но ты так или иначе используешь модель, когда ты пытаешься понять... Так, следующий вопрос. Как выжить с алго? Мод, говорит, алго-трейдеры. Ты только начинаешь двигаться, и все, у тебя уже хит или лифт, и уже в этот момент уже все произошло. И ты уже отец. То бишь, как... Такой хороший вопрос. Как жить с алго? Я так вот взял этот вопрос, пошел на деск, сел так, говорю, ну, как жить с алго? Мои так посмотрели на меня, говорит, Сел Николаевич, я не знаю, я руками ничего... Ну, я руками не делаю ничего. Да, уже. Ну, некоторое время. А я говорю, ну, как, как? Перехитрить? Как перехитрить? Говорит, ну, смотри. И дальше, в общем-то, очень простая идея. Не вдаваясь в подробности, что, оказывается, мы делаем. Вот. Очень простая идея. Такая эмоциональная, очень понятная. Сложные вещи не работают. Там очень много параметров, там какая-то sensitivity есть, сложные вещи не работают. Да? А простые вещи, они, как бы, работают, они устойчивые и так далее. Но у них даунсайд такой, что они простые вещи. А простые вещи, они сравнительно несложно читаются. Да? И нас-то, сущности, вот, оказывается, нас, ну, как бы, так всегда было, нас, в общем-то, не интересует там, как-то, нам бы в меде выйти. То есть, если уже начинается какая-то там сайз, exchange, там, туда-сюда, но, в общем-то, надо бы в меде выйти. Так, по Харьи, это был бы уже прекрасный результат. И вот, собственно, понаблюдав некоторое время, да, оказывается, можно понаблюдать некоторое время, как работает робот, ну, или роботы, да, на опционы, на индекс, которым там сегодня вы будете обсуждать, так или иначе. И примерно понятно, как выставляются сайзы, в какой момент выставляются сайзы. Ты говоришь, так, понятно, мне нужно вот так. Соответственно, ты делаешь вид некоторое время, что ты в другую сторону, да, определяешь параметры, все, дальше выходишь, дальше забываешь об этом. Потому что, в общем-то, у тебя же не задача все время торговать этими опционами на ВИКС. Да, ну, у тебя позиция, ты вошел, вышел, все, тебе это не важно все. По большому счету. Но то, что интересно, и то, что, в общем-то, я не знал до того, как мы сели и поговорили об этом, что действительно ломать, типа, ломать не строить. Вот как бы. Да, то есть построить, сложно написать там, это вот, да, а вот ломать не строить. То есть, если ты реально думаешь, ты знаешь, что против... Есть еще такой элемент неопределенности. Если ты не знаешь, что против тебя воюют, да, то как бы вот ну, тебя возьмут, да. Но если ты знаешь, что против тебя воюют, и это тебя волнует, то есть, ну, периодически нас это просто и не волнует, да, как я объяснял вначале. Но сейчас, скажем, в какой-то момент, ну, вот это было важно, да, и ты знаешь, что против тебя волнует. Ну, вот все. Тогда, возвращаясь к нашему разговору в мае, когда я рассказывал, как военные игры были устроены в Штатах, да, ты как бы линия введения войны с противником, который тебя превосходит технически, да, это использовать, от которого ты технически отстаешь, это использовать технику предыдущей войны. Да, потому что тот уже об этом забыл и не знает этого, да, в новой технике ты с ним конкурировать не можешь. Помните, я вам рассказывал про то, как генерал морской пехоты воевал со всем американским флотом, да, используя систему сигнальщиков, а не телефоны и телеграфы, да, все, и победил, потому что его просто никто из американцев, которые начали служить 10, 15, 20 лет назад, они просто системы этой не знали, да, все, и, соответственно, никто ничего прочесть не мог. Помните? Ну, вот в Нижнем Новгороде, да, все, вот так вот это, вот такая ситуация. Но, окей, с дисклеймером, что, конечно, в общем-то, для нас это не является основным бизнесом. Если для вас это является основным бизнесом, это другая ситуация. Но для тебя это не является, как бы, если стоит, как жить, да, не как убить, или как, да, а как жить. Вот это вот, собственно, такой ответ. Ну, как мы по времени? Хорошо. Все, давайте тогда закруглять. Дальше, как находить, вопрос хороший тоже, очень хороший. Как находить фиксированную доходность, положительную, я думаю, я так, я поразумеваю, что бы. Как находить фиксированную доходность и масштабировать ее с опционами? И вот я как-то начал думать об этом, как-то все, а потом я понял, что на самом деле ответ на этот вопрос, это, видимо, то, что мы делаем вообще. То есть, когда мы объясняемся, вот как бы с инвесторами, мы говорим, ну, вот есть ресерч, да, макроструктура, вот это все, мы не очень это знаем. Ну, то есть, мы, конечно, тоже все читаем, мы можем поддержать разговор, там, вот если вы о чем-то с нами говорите, мы поддержим разговор, это часть, ну, это часть сейлс, скорее, чем трейдинга. Вот, но мы как-то это не очень знаем. Мало того, люди, которые говорят, что они это очень знают, это макротрейдеры, да, они там были, сидели на борде Банков Ингланд, и потом и определяли вот это все ставки, там, или вот это ФРС, или там что-то дальше не собираются, делают фонды, начинают вот это вот макро все торговать, и получается флет. То есть, ну, я для себя это как-то объясняю так, что вот эти правила игры, да, они почти как детерминистическая система, а в мире все как-то, в общем, песок. Да, поэтому немножко как-то не так пойдет, наверное, в 90% случаев вы, наверное, были бы правы, но у нас одно всего испытание, поэтому статистики как бы нету, и поэтому вот это вот как бы разброс большой в маленьком сампле разброс большой. Вот, поэтому мы говорим, что мы, в общем-то, как бы, ну вот не очень так, сварщики не настоящие. Зато, ну, там, там есть кусок по риск менеджменту, ну, вот что вот как бы мы делаем неплохо? Мы делаем неплохо трейд констракшн, да, где, собственно, важны опционы, вот знания вот этих нелинейных как бы вещей, как вот это вот выделить все. Вот, Саша, то, что ты спросил, называется трейд констракшн. Вот. То есть, собственно, опционы делают трейд констракшн, они, если есть фактор, в котором ничего нет, у него средний, ну, там, средний ноль, да, никакими нарезаниями из него ни ноль не сделать. Если только ты не продал там что-то внутри, потому что, если ты берешь нулевой, да, потом так, и раз, и получается 3% ап. Ну, все, нормально, ты, конечно, можешь уйти домой и сказать, ну, вот так вот надо заниматься. Вот я закончил физтех, а вот так, теперь 3%. А можно посмотреть внутрь, и окажется, что ты продал, видимо, что-то внутрь. Вот. Ну, вот, если вот это все убрать, да, то есть, конечно, так тоже бывает, там, какие-то бывают байсы, там, возвращаясь к позишнему, ну, неважно. Ну, если это все убрать, да, то есть факторы, да, у которых положительная ожидаемая доходность. Вот, читая вопрос, ну, находить фиксированную доходность. Что, какая, ну, эмоционально, что тебе это как бы подспудно, ты на самом деле пытаешься сказать? Ты хочешь сказать, что ты на самом деле хочешь сесть в позицию, получать, потому что если фиксированная доходность с 10 процентов годовых, но ты 10 минут в ней сидишь, то там ноль, да, то есть, когда ты говоришь про фиксированную доходность, ты в сущности не говоришь про актив трейдинг, да, а ты говоришь, вот как бы такой вот, чтобы вот сесть и как-то вот так вот долго, и чтобы при этом волатилити была маленькая, ну, правильно, так все, это вот, собственно, asset allocation игра, как найти факторы, у которых ожидаемая доходность положительная, как выглядеть по возможности, ну, или хотя бы уменьшить вот этот mark to market, то есть, идеально было бы, я покупаю футси, да, дивиденд иилд на него там образно говоря 4%, и если бы я не был бы sensitive к тому, что это футси туда-сюда ходит, все, идеально, если я могу деньги занимать под небольшие деньги, я leverage up свой дивиденд иилд, и все, я молодец, но как бы это выгладить-то теперь, не потеряв при этом этот дивиденд иилд, и там чего-то еще, то есть, в сущности, разговор про фиксированную доходность и ее масштабирование, это факторы, окей, арбитраж, то есть, ну, арбитраж, он, окей, арбитраж, вообще, скажу, можно я договорю сейчас вот это, а потом, то есть, есть факторы, на которые есть ожидаемая доходность положительная, и дальше ты, собственно, наблюдая за этими, как бы, активами, ты можешь улучшить риск-ритерн, по отношению к чисто фактору, то есть, можно взять, купить value, там, тракер, а можно как-то там вокруг этого поколдовать, или там что-то еще, и улучшить риск-ритерн. Как ты его определяешь? С просадкой там, или там еще как-то, ну, как-то вот улучшить. Вот это вот риск, это, собственно, трейд констракшн. И это, собственно, то, зачем надо бы знать, как все устроено, как будет себя вести, вот то, что ты мне рассказывал про колл-спреды, да, так-то идеально. Ты смотришь на колл-спред? Смотри, под риском немного, payout большой, туда-сюда, там, трехмесячный, в этом смысле, наверное, туда-сюда сходит, поэтому я могу пересидеть. Все идеально, да. Но на самом деле, это совершенно не то, как будет выглядеть твой P&L. Потому что ты в картинку в статике посмотрел, да, а реально у тебя в динамике картинка. Поэтому, когда у тебя вроде бы спот сходил, куда надо, ты денег-то сделал в трейд за меньше, чем надо было, потому что там еще есть какой-то параметр волатилити, который в это же время вырос, и так далее, и так далее. И вот как сделать так, чтобы ты по возможности улучшил трейд констракшн, да, улучшил свой риск ретон профайл, но при этом не в статике, которой никогда не будет, ее интересно показывать людям, эту статику, потому что она идеально выглядит, а для себя самого. Да, вот для этого надо понимать, как, что будет себя вести. И это, в общем-то, собственно, такой скилл, это такой опыт, скилл, и это знание инструментария, и знание того, кто что может делать. Здесь поэтому важен кредит, поэтому важны FX, и так далее, и так далее. То есть, есть очень много вещей, которые торгуются на бирже, на самом деле. Если кажется, что вот, это на самом деле такой вот equity, equity focus, на самом деле, очень много есть вещей, которые торгуются на бирже. Ты из очень многих вещей можешь многие вещи построить. Просто это требует, что надо про стерпус, опять-таки, почитать, ну или там, книжку почитать, или что-то. Но это такое вот усилие, которое, в общем-то, оплачивается. Ну и, понятное дело, дальше, поскольку вы все специалисты, вы садитесь и говорите, так, я сам все, я сам все самый умный, я сам все сделаю. И если вам так кто-то другой говорит, так, да нет, ничего ты не сделаешь, потому что я 15 лет, 20, 30 лет в этом рынке, и ты там 3. Вот. Но вы удивитесь, что на самом деле, ну, есть сравнительно несложные вещи, которые, тем не менее, неплохо работают. И пример такой, вот, мы продавали свою экспертизу некому Кузначеве, да, он говорит, да, у меня вот как-то вот риск-лимиты так странно устроены в России. И разговор был про доллар-рубль. Поэтому мы делаем вот так вот, мы, в общем, мы говорим, ну, там же тайминг, надо следить, там риск-порай, ну, вот это вот, как бы там много разных вещей, они все так вот влияют, модель. Он говорит, ну, это да, конечно, но мы просто каждый месяц вот делаем вот так вот, вот так, и продаем вот этот колл-спред, strike, это вы мани-спот, это вы мани-форвард, и так тихонько собираем свою карьер. Мы говорим, не, ну, это же гораздо хуже, пришли домой, посмотрели. Ничего, нормально, гораздо лучше, на самом деле, чем просто доллар-рубль продавать. И не факт, что если мы будем просто доллар-рубль продавать, но накладывать это все на свою такую систему, и вот это все так вот усложнять и удорожать, что это будет лучше, чем то, что делает казначей, по-простому, нарезая колл-спреды. Да? Ну, Ну, другого сорта, если уж приводить пример какого-то такого. Не знаю, сами придумайте пример. СТИП, интерес, строительная кривая. Да? То есть, далекие ставки, близкие ставки, сравнительно небольшие, далекие ставки, ну, как далекие, годовые, двухгодовые. Меджин маркетс. Сравнительно большие. Да? Все при этом как-то так более-менее регулируется, и поэтому волатилити, в общем-то, небольшая. Да? Ну, вот такая ситуация. Ну, что вы можете делать? Конечно, можно сказать, ах, волатилити такая небольшая, я могу загрузить кучу риска, потому что ничего не ходит, потому что марк-то-маркет у меня, возможно, будет маленький, поэтому давайте так сделаем. Да? Ну, это один вариант. Да, он такой болезненный вариант, потому что, если волатилити начинает вырастать, спот идет против вас, вы начинаете отрезать, вот, все вот так. А можно думать об этом иначе. Давайте посмотрим на диджитал снизу, на предшеише. Все, вот он максимально устроен так, что если вы выигрываете в форвард, то есть вы реально думаете, что форвард стип, и кривая присядет, да? Ваш диджитал сделает деньги. Волатилити маленькая, волатилити вырастет, если что-то будет происходить, ваш диджитал сделает деньги. Если как-то примерно ничего не происходит, и вы, в общем-то, в своей ситуации ожидали бы получения денег через карри, да, через те, что форвард сползает на интерес трейдер, здесь вы, в общем-то, сделаете деньги. Да? Лучше ли скритон? Лучше. В три раза лучше. Значит ли это, что мы делаем деньги на опционах? Не, мы не делаем деньги на опционах, потому что, на самом деле, подлежащее под этим всем предположение о том, что сама по себе позиция имела смысл, ставка, ну, как бы, завышена или кривая, или аж. Но! Но использование инструментария, безусловно, помогает улучшить риск-ритон. Ну, вот так. Все, я ответил? Или что-то еще было? Все? Ну, вот так. Прекрасно. Ну, что, давайте тогда вопросы, или... Муван. Муван. Сейчас, я думаю, вопрос, вы знаете, мы делаем... Какой же вопрос нам здесь по поводу свободы и кошек денег? В принципе, в принципе, может, я не знаю, один частный инвентарь и команда двух-трех человек найти, или разбирать, или это, в принципе, невозможно. А добиться успеха можно быть. Какая-то мегакоманда, из-за тысячи человек проехали. Мы могли бы это мониторить, да, и шансировать. Вообще-то первое, насколько вообще частные инвесторы как у нас существовало. И второй, вопрос, там, по свалинам на стопах. На самом деле, мы говорим, я говорим, на стопахе, но если ты хочешь если есть Сева, нереальные вещи, да, в конце дня, вежелика есть некий контрагент, у которого обратно компенсироваться с Сева с Севы, ну, не с Севы, а с Севы, с другим контрагентом, насколько это верняк, в том числе. Так, ну, давайте со второго. Да? Не будет компенсироваться. Вариант своп это возможность продать волатилити для ленивых. Да, потому что продал, гамма постоянно, менеджить позицию не надо, в этом смысле ты как будто участвуешь в процессе, да, но при этом ничего не трогаешь руками. Поэтому это клиентский интерес. Его можно зашивать там куда-то по-разному, еще что-то делать, но это, в общем-то, клиентский интерес. Клиент не менеджит дельту. Он платит за то, чтобы кто-то менеджил за него дельту. Поэтому встречного интереса этого нет. Вариант свопы, ну, они изначально такие были OTC и так далее, и так далее. Но если посмотреть на бирже, то, в общем-то, вариант свопы выходит на биржу. Да, недавно Юрок сказал, что вывел вариант свопы, ну, CBOE, по-моему, давно вывел вариант свопы в каком-то варианте. Просто я никогда не понимал, как они считаются, сеттлменты. Каждый раз, когда мы, в общем-то, думали, что это неплохо было бы сделать, мы, в общем-то, как-то сбивались. Какая-то предыстория есть, ну, в общем, как-то технически было, я не понимал, как. Вот. Юрокс вывел на биржу, но если говорить про, ну, что это один индекс, да, или там еще вот этот один индекс. Но на самом деле CME, у CME есть много залищенных фьючерсов на вариант свопы на каренсис. И он не живой, этот рынок, но на самом деле его можно было бы сделать живым. И банки, банки, их, в общем-то, в FX-е толкают к тому, чтобы выводить на централ клиринг и на биржи это экспожа. И вот это вот волатилити экспожа у банков в FX-е исторически они всегда волослапами торговали. Так устроен был рынок некий. Но, в сущности, они выводят их, их, видимо, заставят так или иначе перейти с волновар и как-то попытаются вывести их на биржу в централ клиринг. И это, в сущности, немедленно создаст возможность частному инвестору поучаствовать в процессе. Да? Хорошо, про слонов, про 500 человек. Вы, наверное, никогда не работали в Большом Банке. Потому что любой, кто работает в Большом Банке, знает, что это такое министерство. Это не то, что там... Да, на этаже сидит 500 человек. Но эти люди, во-первых, у них конфликтивные интересы всегда. Во-вторых, они в основном так не то, чтобы сильно с собой друг с другом разговаривают. Поэтому рабочая группа и банк на самом деле не устроен так, что он может положить в ресерч год-два года жизни без выхлопа. Поэтому на самом деле вот этот поиск травы это не 500 человек. Это 5 человек. И эти 5 человек у вас довольно забавная структура. То есть для меня абсолютно новый опыт. У вас довольно забавная структура. Вы много встречаетесь, обсуждаете. То есть вы как-то разговариваете друг с другом, как-то там что-то делитесь. И я такого просто не знаю. То есть аналога нету такого. Ближайший аналог вот этого это когда есть family office которые собираются вместе и им как-бы страшно и они вместе coinvest кто-то кого-то знает. Это ближайший из того что я вообще вижу аналог западный. Поэтому это не значит что мы должны все вместе работать в одной комнате или что-то. Но как я говорил сегодня в разговоре физика наука разговорная. Вот такая была фраза когда мы физикой занимались. Поэтому люди они не то что начинают решать задачу понять какая задача это план задачи. Поэтому они собираются и начинают обсуждать как-то. И в процессе этого возникает что-то это интересно немножко это интересно немножко это интересно. И это такой вот процесс дальше вы расходитесь сходитесь там да так собственно устроен ресотч. Поэтому это абсолютно doable в вашем сетапе в ваших масштабах и как бы при вашем как бы нынешнем взаимодействии. Да Саша. Возвращаем заявленные теми лекции в маркет власти. Так. Значит что будет интересно большим в деньгам говоря предсказывать увеличение владимец или решение. Увеличение. Точно? Есть мнение на самом деле такое что тебе инвестор будет аплодировать не тогда когда ты здорово пересекаешь кризис. Ну красавица увеличение владимец. Ну в конце концов ты ему скажешь рынок упал ну да а вот если ты ничего ему не сделаешь на росте рынка вот тут он будет сильно переживать. Вот есть мнение что нужно перформить нужно супер перформить на росте поэтому важно предсказывать уменьшение. супер перформить на росте устроено так ты покупаешь и сидишь вот вот поэтому собственно это возвращает нас к разговору про агрессивный риск менеджмент да твои ланги должны быть статик твои шарты должны быть динамик потому что на шарты отрицательная кари и поэтому собственно весь трейдинг сидит в шартах но в шартах да в шартах устроен так ты более-менее все время флэт и потом периодически как бы long protection поэтому когда я говорю что надо предсказывать ну как бы спайк в вале ну как бы важнее предсказывать потому что он реже случается более больнее но на самом деле он сидит в той самом куске трейдинга который собственно динамик да то есть там статик да окей сейчас это локейшн там раз квартал ты что-то там рекалибруешь модель там немножко сдвигается два процента ты даже не будешь никогда это не важно особенно в ситуации последних пяти лет корреляция единицы и так далее и разговор о том что ах давайте думать то есть вот волн взлетает корреляция единица дальше волн начинает садиться корреляция раскоррелируется и ну возвращаясь собственно к последнему разговору нашему да там в Питере насколько диверсификация важна вот это вот ну как бы такая святая корова да священная корова что вот диверсификация разложить это все это все обман это диверсификация потому что ты диверсифицируешь когда корреляция маленькая когда волатилите низко но тогда реально ты отрезаешь себе ретон вместо того чтобы вкладываться туда где у тебя растет нормально ты оттуда деньги забираешь и вкладываешь куда-то чтобы тебе потом было не больно а после этого волн взлетает корреляция становится единица и это тебе все равно не помогает ничего. Да? Да, дядя Миша. Понятно. То есть, ну, можно сказать, что это следующий вопрос. Да, можно сказать, что вот, собственно, как выбрать asset, который нужно вовремя купить и вовремя продать. Это отдельная дискуссия и не здесь. Да, потому что. Ну, тогда что? Еще? Да, Сережа. Ну, да, да, понятно. То есть, когда, собственно, когда корреляция становится единицей, да, вот эта фраза, она о факторах, ну, то есть, вот есть факторы, да, на них есть положительная доходность, они сидят в разных классах активов. Ты формально думаешь, что вот этот вот кредит, он вообще там, вот, не этот кредит или не это equity, да, это вот эти, вот, вот, когда вот про это разговор идет, да, то есть продается все вместе. Вот, собственно, о чем эта фраза. И когда в волатилете взлетает, все начинают ликвидировать, доставать деньги, уменьшать позиции, и поэтому это на всех влияет приблизительно в одно и то же время. Это корреляция единицы. Когда я говорю про то, что все расходится, это про другое. Это, когда есть, вот, представь, что ты играешь в какую-то корреля, ну, статистикал арбитраж, да, то есть, вот эта бумага торгуется здесь, эта бумага торгуется здесь, у них там какой-то общий риск с общей, и они так вот ходят вместе, даже если они не ходят сейчас вместе, они потом сойдутся вместе, и поэтому давайте одну бумагу купим, другую продадим, от Leverage Map, и вот эта вот корреляция так вот будет жить. Вот эта корреляция сломается. Почему? Потому что когда всем становится больно, все онвайдят эту позицию, и спрет вместо того, чтобы ужиматься за счет того, что вы все туда входите, спрет уширяется за счет того, что вы все из него выходите, да, и вот эта корреляция между скоррелированными инструментами, ну, то есть ситуация такая, будет происходить так, чтобы тебе было максимально больно. Деньги все теряют одновременно. Поэтому давай обе мои фразы заменим на одну фразу, что деньги все теряют одновременно. Поэтому если изначально вы вкладывались в одну и ту же позицию, где корреляция была единица, то корреляция станет не единица, если ты лом корреляцию, да, и там, где ты шорт корреляцию через реверсификацию, там корреляция будет единица, да. Но если при корреляции, которая расходится, вот эти спреды уширяются, да, собственно, просто в арбитражном трейдинге именно так и происходит. Да, это потому, что мы все догружаем, поэтому есть, собственно, система оптимального арбитража, где догружать больше, там, статьи есть академические по этому поводу. Да? Ну, ладно. Коллеги, если у кого-то у меня есть вопросы, поднимайте руку, я подойду с микрофоном. Может быть, одним из маркеров как раз является то, что больно, и тогда и входить сайзом. Ну, вот то, что говорили, когда входить сайзом. У вас есть такое? Повторите, пожалуйста, еще раз. Когда больно, это и есть маркер, предмаркет, предмаркер, вот. Тогда-то и надо входить сайзом. То есть, ну, вопрос в том, что дожидаетесь ли вы, когда больно? Ну, это такая очень старая идея, да, о том, что когда льется кровь, тогда-то как раз вот и надо вот это вот, да. Обычно, когда льется кровь, уже денег ни у кого нет, да. И это, собственно, разговор о чем. Весь премиум делится на кари, да. То есть, это, собственно, вот эти факторы с положительной доходностью и так далее, да. Когда вот вы сидите долго, и вот все это время вы по чуть-чуть получаете. Это либо разница ставок рубль-доллар, либо там кредит, либо что-то еще, либо что-то еще. Да, это кари. А есть пейн-премиум. И вот то, о чем вы говорите, это пейн-премиум. Это плата за то, что люди вынимают, ну, платят тебе за то, что ты их вынимаешь из сложных позиций. Это, собственно, такой способ. Это не то, что вы стратегически хотите занять такие позиции или что-то, да. Это вы просто провайд-услугу, ну, по большому счету, да. То есть, как налог риск-фактор, вы провайд-услугу, ну, образно говоря, компаниям, потому что вы им занимаете, берете их риск, у них долгосрочный бизнес. Так, и здесь вы вынимаете рынок из проблемных позиций, предоставляя им ликвидность. Но для этого эту ликвидность надо иметь, потому что вы не можете из ниоткуда предоставить им ликвидность. Поэтому, чтобы иметь доллар, ну, волна Бразил, бразильский реал против доллара, его нужно вообще немножко купить сначала, да. И после этого эффективно поставить банк в положение, что он должен к тебе ходить и просить тебя как-то его отонвайдить, потому что как-то, ну, давай, смотри, сейчас очень, ну, у нас была такая ситуация, да. Волл Мансак за нами там неделю с плюсом ходил, когда мы купили Волл в один, в одиннадцать, а он там сходил в шестьдесят. И, видимо, просто интернале было, ну, просто эмбарресень. Но для этого надо войти до того, как началась Payne, да. А мы не знаем, когда начнется Payne, поэтому, собственно, надо войти так, чтобы это не было бесконечно больно тянуть, и это Trade Construction. А кроме того, мы не знаем, где именно будет, потому что если бы я знал бы прикуп, то понятно, да, и то, ну, хорошо, эта поговорка приобрела теперь другой смысл. Ну, вот, но тем не менее, да, поэтому, конечно, если бы я был макрогуру и верил бы в это, в макрогуруство, да, я бы так говорил, так, о, вот это вот пошло, пошло Emerging Markets Bank, так вот это так вот триггернуло, так побежал, трещина пощоль, 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 да, а я знаю, что я этого, наверное, не умею. И я мало знаю, кто умеет. Поэтому, хотя, конечно, мы вроде бы эти все разговоры ведем и думаем об этом, да, но ultimately, mentality у такого сорта, вот Payne Premium, ребят, да, она, давайте раскинем сеть, то есть есть куски какие-то, давайте в каждом месте, я знаю, что в конце концов корреляция будет единица, поэтому если я не попаду конкретно в точку, где начнется Payne, или будет самая большая Payne, ну, ничего страшного, да, но я должен раскинуть эту сеть при условии, что я могу ее держать, тянуть, возможно, годами, да, и поскольку вы вряд ли будете это делать на свои собственные деньги, это, конечно, очень интересно, но это вот просто очень болезненно, я вам из опыта говорю, что его, да, поэтому вы приходите к клиенту, к Саше, да, и говорите, так, Саша, ты там купи своих лангов, но ты же понимаешь, что вот это шортить, это же такая профессиональная деятельность, это же надо быть вот этим вот специалистом, вот в этих опционах, вот в этих кросс-ассед прайсинг, моделинг, вот, ну тебе же не надо этого, ну тебя там 5% будет в этом лежать, да, а я в этом специалист, я с вас по 5% соберу, и тогда это все уже экономически имеет смысл, да, ну вот так, собственно, бизнес этот устроен, то есть, чтобы выдать этот Payne Premium, да, надо войти до того, как все началось, и есть, конечно, некий указатель, то есть, конечно, да, обычно все начинается в кредите, вообще, как говорят, да, финансовый кризис, это, ну, как бы, любой кризис, это финансовый кризис, и ultimate ли это потеря ликвидности, и вот отсутствие денег приводит к боли, а не к тому, что там что-то перестает где-то платить, да, поэтому вы наблюдаете за там индикаторами ликвидности, такой-сякой, такой-сякой, конечно, есть скриншот, который там помогает как-то на этом там следить, если вы видите, что где-то началось, обычно начинается в кредите, почему там люди говорят, я не хочу, я торгую эквити-опционами или там чем-то там эффектом, я не хочу знать, какой кредит, я говорю, сидесы, какие-то сидесы, это вообще все не важно, это оружие массовое поражение, я читал убавить, это не хочу, да, почему полезно бы знать, потому что вообще изначально удар всегда идет в кредите, потому что они большие, они профессиональные участники рынка, поэтому там ничего не происходит некоторыми, а зато когда происходит, происходит скачок, причем вы не будете никогда в том месте, где произойдет скачок, ну, потому что их очень много, а вы один, денег мало и риска много, и зачем это? Ну, вы можете пронаблюдать, как произошел скачок, если вы специально закрыли глаза и отвернулись, потому что вы не хотите, у вас такая позиция в жизни, не знать там ничего, ну, окей, да, но вы можете пронаблюдать этот удар и дальше понять, где, как следующий положить капканчик. У меня вопрос. Так. Про CDS, вы упоминали про то, что сейчас некоторые недерживые эксперименты замечательные объемы. Я, в частности, слышу, что Юрок запускает цифер на CDS, на разные корзины, европейские там, в основном. Вот, мне это очень интересно, но я так и не понял, а что живой это странно? То есть, это зажило, или это было попытки, которые так не привело к успеху? Ну, фьючерсы были давно. Да, на кроссовер фьючерс был давно, он действительно не живой, потому что единственные маркетмейкеры были банки, у которых было параллельное OTC. Да, поэтому это, собственно, банкам было никогда не интересно. Вот, по мере того, как людей начали выдавливать централклирень, и, ну, собственно, DTCC, стандартный индекс инструмента, они должны клириться там, и так далее, и так далее. В общем-то, сильная разница уже между клирабл там, где, собственно, практически любой может стать членом, да, и клирить там, и торговли на бирже уже практически нет. Но, тем не менее, всегда, конечно, этот рынок будет, он такой, ну, не очень, да, фьючерсный, он такой. Но вам этого и не надо, потому что есть DB-тракеры, есть ETF-ы, ETP, да, которые торгуются на бирже, и они есть в стакане. Вам не надо этих фьючерсов странных, там, и так далее, и так далее. У вас есть расчетные, потому что фьючерсы там как-то, ну, там надо понимать, как что считается. Чего погрузить? Деньги. Ну, да, это разговор о том, что вы можете отреповать свой ETF, да. То есть, как бы занять, ну, то есть, конечно, я говорю с точки зрения, как бы, длинного, то есть, вот если я хочу занять кредитную позицию, есть, у DB есть Exchange Traded Product, он два раза леверид ETF, два раза леверид кроссовер. Ну, смотри, на самом деле, если ты задумаешься об этом, то два раза леверид это все, что тебе надо. Потому что, ну, кроссовер сейчас, я не помню, там, 200, ну, 70, наверное, да. 270, куда может уйти? Ну, торговался в 1000, да. Ну, предположим, уйдет, ну, то есть, он, предположим, сейчас 300 уйдет в 1000, да, это 700. Дюрэйшн будет 3. Дюрэйшн будет там, ну, 3,3, там, неважно, 3. То есть, ты будешь там порядка 20-25% даун. На два раза леверид ты будешь 50% даун. Что, ну, ты представь, что фьючерсы... Ну, разговор такой, что тебя не выкинет, да, то есть, тебя никто не закроет и не выкинет, да, но сколько ты думаешь, ты будешь иметь экспозицию с фьючерсами на свою же кэш? Да, сколько будет initial amount, сколько будет variation margin, который, ну, вот, то есть, реально, вот, два раза леверид в кроссовере, это все, что тебе нужно. Да, три раза, реально, 100% кэша не может саппорт 3-тайм, 3-тайм леверид. Просто для меня это интересно с точки зрения размещения свободной ликвидности, когда на опционах, допустим, позицию закрыли, вот, я постоянно сейчас ищу, где бы, ну, этот купон пособирать, и вот этот биржевой инструмент на CDS, у меня виделся интересным, вот я обнаружил, что фьючерсы, к сожалению, не зажили, не сказали, что их запустили и закрыли. Есть exchange-трядер продукты, просто надо правильно понимать, что вот exchange-трядер продукты, они лучше, чем mutual funds и так далее, потому что у них, на самом деле, очень маленькие косты, по большому счету, очень маленькие косты. И все, в US есть junk, да, GMK, в Европе есть сакдженовские, Deutsche и что-то еще, трекеры. Все, это реально, но просто надо правильно понимать, что это не банк-аккаунт. Ты, конечно, сегодня по 270 вошел, а завтра, может быть, будет 330. Ты пришел пособирать купон, а оказалось, что ты 10% там оставил. То есть это, ну, надо правильно понять, это не то, как ты думаешь, куда бы кэш положить свободно. Это еще мне, видите, повлекательнее, потому что здесь нет риска интерстроэйт, который сейчас висит над рынком повышения. То есть чисто кредит берешь и все, и не нужно париться по поводу длинной дюрации, там, облигаций, например. Капает и капает. Если выскочит вверх, ну, потерплю, все равно упадет. Вот такая логика. Понятно. Понятная логика. Ну что, давайте как-то... Можно последний вопрос? Ярослав, Кирилл, какие вы используете продукты на волатильности индексы, кроме себе выишного? Например, на Евростоксе или еще какие-нибудь? Да. Спасибо. Кирилл, еще один вопрос. А тут в теме конференции была заявлена особенность торговли новым индексом волатильности. И, собственно, из зала был вопрос по поводу того, как институционалы хеджируют Тейл и Нискио риски сильных движений. И в связи с тем, что в недавнее время Беженка не запустил вот этот фьючерс, который, по сути, представляет собой практически вариант срок, о которых вы говорили. Будете ли вы рекомендовать клиентам пользоваться им для хеджирования такого рода рисков? Спасибо. У меня нет клиентов, которых я мог бы хеджировать такого рода риском. Вот. Это короткий ответ. Ну, а реально у нас есть хедж-портфель на Россию, да, там, для клиента. И в нем, вообще говоря, вот этот вот, ну, там, эквити-риск, он вообще минимальный. Да, потому что в основном Россия устроена как фикс-инком хаос. Да, а использовать прокси, эквити-прокси, на которое я, я вот, считаю, что Бира должна была. Прислала, интересно, седовую шампанское обещанное за первый трейд? Да? А? Да, ну, прекрасно. Я, я говорю, что вот, я буду гордиться, что я с тобой знаком, потому что это, конечно, историческое событие, ты молодец, но, но когда, как бы, open-interest 300, да, 300 там контрактов, нет, во фронт-энде? Меньше. Вот. Какой хедж? Хедж, он должен быть в ликвидном месте, да, откуда легко войти и выйти, потому что реально, ну, как, кто будет, кто нас будет вынимать, где, да, поэтому есть вещи, которые гораздо более ликвидны, с Россией связаны и, на самом деле, сосредоточены в месте, где у тех людей pain, да, и она, она не в акциях, это боль не в акциях. Сам знаешь, что реально equity а локации практически ноль. Есть два источника денег, есть банки и есть пенсионные фонды, да, и у тех, у других а локации equity ноль, да, потому что они должны показывать 8-10 процентов, иначе просто стоит вопрос, зачем это все, да, а такого, ну, нету, и вот этот индекс, он не эту проблему, по идее, должен решать. Ну, прекрасно. А? Какой бы инструмент я хотел? Я, ну, как бы не то, что, у меня не стоит вопрос, какой бы инструмент я хотел, да, но я вообще считаю, что, если говорить, как бы, о бирже и о том, что было бы интересно, и так далее, я считаю, что надо развивать фиксимку инструмента. То есть, интерес строит продукты, и, соответственно, на срочном рынке с опционами, и так далее. опционы на фьючерсы, как бы, кажется, вообще не сложно, вот, и, ну, и ставки, в принципе, могли бы быть разные. Есть же, ну, очень понятный разговор, как устроены западные, как бы, инструменты. Дальше, люди, которые занимаются этим риск-менеджментом, они практически все западно обучены. То есть, вот эти фьючерсы на ОФЗ, они эквивалентны, ну, в каком-то смысле, фьючерсам на бунт, да, если ты думаешь о том, как бы, там был бы устроен фикс-инком трейдинг в 2002-2001 году на Юрексе, и все, да, и действительно, там было довольно много торговли в этом, и мы ее использовали как прокси, риска и так далее, и так далее. Но, реально, вот корпорату входить во фьючерс по ОФЗ, чтобы хеджировать свои ставки, это какое-то очень странное занятие. Потому что у корпората главное ничего нового не создавать у себя в риске. И любой базис, он вообще не нужен. Да, у корпората очень такие четкие привязки к этому рейту, к этому, к этому. То есть фьючерс на ОФЗ, он как-то не решает, в любом смысле, эти проблемы мои. Понятно, почему, почему он, извините, что-то перебил, а можно поподробнее, почему корпорату непонятно? То есть, ну, я, может быть, просто не понимаю. Спасибо. Корпорат не привязан по займу к ставке ОФЗ. Вот. Поэтому, если идет разговор о том, что надо что-то хеджировать, что вообще отдельным является вопросом, нужно ли этому корпорату это хеджировать. Может быть, он считает, что это вообще у него, ну, как обычно, если вы ходите на корпоративные какие-то эти, раундтейбл, там, ну, Евраз, который там сидит, он гордо заявляет, нам на уровне совета директоров запретили хеджироваться. Все. Он говорит, все. И это начинается, когда это такой раундтейбл про хеджирование, да, он говорит, вот меня сюда позвали, я просто сразу вам хочу сказать в начале разговора, все, мы ничего не делаем, давайте дальше. То есть, это не факт, что вообще надо хеджироваться, да, и вот такая точка зрения она тоже есть. Это там, ну, как люфтганза, например, какая-нибудь там, или, да, у которой куча всяких, или бритиш-американ табака, вот бритиш-американ табака, пример, да, не про ОФЗ, конечно, но не важно. Он говорит, у меня, у моего бритиш-американ табака, я продаю свой табак, ну, вот эти разные пачечки, такие красивые сигаретные, да, во всех странах, поэтому реально вы думаете, что я табаком торгую, да, а реально я emerging market trading house, потому что у меня Бразилия, Россия, то, сё, и я не особенно хеджирую этот валютный риск, потому что мои инвесторы и мой борт считает, что это окей, это good position to be, да, это то самое место, почему в меня вкладывают деньги, и я поэтому этот риск особенно не хеджирую. У меня есть кэш-менеджмент проблемы, но нету проблемы, как бы, вот такой. Так вот, та же самая ситуация с корпоратом. Если корпорат вообще решает хеджировать, он привязывается к какой-то ставке, там, финансирование какой-то, да, и когда возникает разговор о том, что, ну и что это за фьючерс УФЗ, понятно, то есть там вот эти банды, да, как для Бундаба, или Чип из Туделива, то есть какой-то базис, так а что это на самом деле, чему это равно, что у меня возникает посередине, как я объясню отрицательную переоценку, которая, возможно, вообще не ведется тем рейтом, который я пытался хеджировать. Самое страшное для них, это когда что-то произойдет, а ничего вот с этим анделайн-риском, который я хеджировал, не произошло, это значит, что я перемудрил, и меня надо уволить. Да, то есть для них инцентив это делать в точности обратный. Прекрасно. Все? Спасибо. Николай, Кирилл, спасибо большое за лекцию, и вопрос, ну не лекция, хорошо, за вопросы и ответы. Николай, будут слова по индексу волатильности? Как это закончилось? Еще есть несколько минут? Присаживайся. Коллеги, есть вопросы по индексу волатильности? Мы готовы подойти с микрофоном. Да. Михаил? Просто уже народ немножко, да, подустал. Я вчера же задавал, Николай, но вчера не было многих, кто здесь сегодня. Поэтому еще раз, так сказать, я думаю, актуально для всех, что с ликвидностью, индекс-то хороший, математика хорошая, что вы делаете для того, чтобы его, наконец, расторговать? Ну, вкратце. Не, я понял, да. У меня, кстати, купили тот контракт, который стоял два дня, один. Передимый, и я даже продал, то есть я приехал, даже чуть-чуть денег заработал, но все равно, вопрос от того. Спасибо за вопрос, да, действительно. Но на текущий момент у нас договор с пятью маркетмейкерами, но, к сожалению, они задали правильно вопрос, что мы готовы стать очень большим сайзом, но вопрос, кто нас будет покупать. Глог на этот контракт после кризиса 08-08-08-го составляет 50%, что очень немало. Плюс, как бы, нету нотирования против опционной позиции. Соответственно, как бы мы сейчас работаем в двух направлениях. Мы прорабатываем риск-модуль, чтобы он нотировался с текущей опционной позиции у клиента. И одновременно прорабатываем вопрос с риск-менеджментом о возможности потенциально уменьшиться. Просто, к сожалению, у нас политика, что мы смотрим на год назад, и 0.3-0.3 исчезнет через год. Поэтому тут либо надо как-то с риск-группой прорабатывать. Вопрос ведется, постараемся немножко уменьшить. Вопрос с ликвидностью. Маркетмейкеры, в принципе, готовы обеспечить любой сайз, поэтому, если в стакане кто-то появится, ну, тут есть маркетмейкеры, которые сидят прямо в зале, можно к ним подойти, взять контакты, они готовы вам прокатировать и сделать то, что вы хотите. Пока, к сожалению, открыто действительно даже не 300 позиций, но, тем не менее, динамика положительная и сравнима даже с фиксом, который был запущен в 2004 году в некотором роде. Поэтому, если у кого-то есть желание, то ликвидность будет обеспечена. Другое дело, что в стакане явно ее не готовы показывать из-за большого гарантийного обеспечения. К сожалению, ситуация такая. А из-за личных его нельзя делать? Например? Продажа одна, покупка другая. Артем, микрофон, кстати. Не-не-не, вопрос заключался, что нельзя ли сделать асимметричное ГО, то есть для покупки более дешевое, для продажи более дорогое. Это абсолютно правильный вопрос. Пока технологически нельзя, но мы об этом продумываем. Между прочим, хорошо, что напомнил, надо пообщаться, чтобы мы в риск-модель такую зашили. Спасибо. Хорошая тема. Есть еще вопросы по индексу волатильности или вопросы к московской бирже? Конечно. Я просто на CBOE, фьючерсами, лучше микрофон. На CBOE, фьючерсами, опционами, на VX торговые. Сейчас на России это фьючерс один на передний месяц, на фронт масс или на... У нас сейчас заведено два месяца, чтобы можно было, если что, межмесяцем торговать, но маркетмейкеров мы поставили только в ближнем серию. Ну, то есть там скидок по ГОО нет, допустим, если календарный спред на фьючерсах делать? Когда спреддуют по большой ноге. Sorry. Пока. Но как только ликвидность поулучшится, как бы мы это сделаем. Плюс в планах брать не просто побольше ноги, а именно составляющую процентного риска. Мы это также будем делать и на опционах, на других инструментах. Понятно. Ну, если бы все что-то не ликвидное, спреддать не могу я тогда. Ну, да, да, то есть вопрос ликвидности, к сожалению. Спасибо, коллеги. Мы, если что, в коридорах можно подходить, спрашивать. Спасибо за внимание. Спасибо. Подождите, не расходитесь. Минуточку. Да, похлопать можно. Значит, смотрите, у нас сейчас будет обед. Вот на столе, где выбрали, где была регистрация, там лежат квиточки на обед. Нужно подойти, вот мы с Ириной, с Володей, будем их сейчас раздавать. Обед под нами, в ресторане «Московский». То есть надо на этаж спуститься. А теперь, стойте, еще один торжественный момент. Вот как-то так хмуро осень, и вообще на рынке довольно все сложно. Мы решили сделать такой приятный сюрприз. И у нас действительно получился сюрприз для опционщиков, которые поддерживают МОК, поддерживают опционный рынок. И вот мы хотим сделать несколько подарков. Я сейчас буду называть людей. Если можно, спускайтесь. Потом можете уже выходить. Кирилл Ильинский. Ну, нет, ты их будешь отдавать. Кирилл, спасибо большое за лекцию, за субботнее утро. Владимир Твардовский. Вы вчера свое отработали. Но у вас впереди еще несколько часов работы. Спасибо. Спасибо за эти инвесты, за поддержку «Опшенлаба». Очень приятно, что такой крутой опционный софт получил свой новый дом в 2013 году. Уже практически год работает. Виталий Курбаковский. Виталий Курбаковский откроет вторую секцию. Человек, который уже больше 20 лет торгует на разных рынках. И, в общем-то, один из самых известных разработчиков роботов в России. Спасибо вам. Олег Мадаракшин. Положите фотоаппарат. Возьмите ваш пакетик. Олег уже третий ног подряд будет выступать с докладом и приносить свою новую разработку на общий суд. И очень здорово, что человек не стесняется делиться своими наработками. А в этот раз он еще сделал очень здорово. Он помог нам пригласить лондонскую биржу. она отличается. Немножко смотри. Так, хорошо. Никому мы пока женский подарок не отдали. Так, Дмитрий Финкельштейн, спасибо, что вы тут нам помогли сейчас. И чтобы у вас была мотивация продолжать перевод для лондонских коллег на протяжении оставшейся конференции. Антон Белозеров. 25 сентября Антон сделал доклад на премодерацию НОКа на алгоритмическом четверге. И мы сегодня увидим новую версию этого доклада во второй секции. Спасибо. Алексей Калинкович. Где он? Алексей Калинкович как всегда собирает круги в кулуарах. Он работает на другой площадке НОКа. Спасибо вам за то, что делитесь своими знаниями с рынком. Андрей Агапов. А, вот ты. Андрей Агапов. С Андреем честно скажу, что мы сейчас очень много общаемся по скайпу, и он рассказывает, помогает, передает свое видение, как наладить четверги опционные в школе срочного рынка. И, в общем-то, я всех приглашаю, я буду рассылать информацию, мы постараемся сделать эти мероприятия регулярными, примерно раз в 2-3 недели. Спасибо, Андрей. И всех приглашаем на Маховую 10. Следующий четверг состоится, я надеюсь, если Николай Сафин подтвердит мне эту информацию, следующий четверг состоится 16 октября. Елисеев Сергей. Вчера потерял голос, рассказывая о том, как надо торговать опционами. Ну, в общем, постарайся его вернуть за ближайшие пару часов, он тебе еще понадобится. Спасибо. Спасибо. Разработчик Option Lab. Артем Фетисов. Артема мы услышим в третьей секции, он будет модерировать ее. Артем старший трейдер по опционам и деривативам, причем всем самым разнообразным деривативам и маркет-мейкинг, и алго-торговля, и внебиржевые опционы в Сбербанк, Сиайби. И Артем был модератором 25 сентября на алгоритмическом четверге. Я была, честно скажу, поражена потому, что трейдер, оказывается, еще очень здоровый, умеет общаться с людьми и критиковать по-доброму и по-полезному критиковать других участников рынка. Спасибо. Крупенич. Андрей Крупенич, я не знаю, за что тебя благодарить, но возможно за то, что, мы ему передадим, но возможно за то, что он в три ночи печатал бейджи где-то в холодной осенней Москве. Сергей Долинин приезжает второй раз из Нижнего Новгорода в Москву, чтобы прочитать свой доклад по арбитражу на улыбке волатильности или что там у тебя? Да? Что-то примерно это будет в третьей секции. Денис Стукалов. Денис Стукалов торгует, опять-таки, волшеский житель торгует в Самаре, занимается проб-трейдингом на американских, на мировых валютных рынках, проб-трейдингом в компании VLS Invest. На самом деле очень известный трейдер, очень известный ведущий семинаров и вебинаров, ну, мне кажется, что достаточно известный, по крайней мере, то, что я видела в интернете. Ведущий семинаров и вебинаров на Финаме на собственном сайте, на сайте VLS Invest. Вон на Иллиота, фундаментальный анализ и так далее. Спасибо, мы тебя услышим сегодня. Так, Константин Ивановский. Константин Ивановский, компания NFD, программа NetInvestor и конкурс Algoritmos. Ну, в общем-то, очень большой вклад в развитие нашего опционного рынка и профессии. Ну, кто мне звонит? Олег Анферов. Один из самых постоянных участников НОКов, Плюшек, Четвергов и человек, управляющий чужими деньгами и, в общем-то, не рассказывающий никому своей стратегии. А мне не рассказывал. Ну, вот, это вам аванс. Хорошо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОМ Честно говоря, Слава Ким, пожалуйста, можно вам сделать подарок? К опционному рынку имеет непосредственное отношение. У него брат опционщик. И, собственно говоря, вот мы нашли Славу благодаря Олегу Киму, которого, по-моему, еще нету в зале. Где? Он летит из Лондона. Прекрасно. Константин Малов. Костя, спасибо тебе за то, что однажды ночью ты собирал отчество. И, в общем-то, не только тогда, и вообще помогаешь нам, так сказать, в том, чтобы аудитория приходила и участвовала в ТОСО. Спасибо. Михаил Дмитриев. За 3 марта. За честность. За то, что отдал в рынок на нации. и не оставил рынок после этого. Вот что самое главное. Пожалуйста, стой в стаканах. Константин Польцев. Главный редактор журнала Financial One, который продолжает, несмотря ни на что, несмотря на все финансовые трудности, он продолжает его печатать, делать прекрасное интервью и статьи. И вот журнал вы, наверное, уже видели, и кто-то взял у нас в Перидоре. Полье. Не бросай, пожалуйста, это доброе дело. Сергей Васильев. Чтобы ты был мягче к нашим выступающим. А вообще, спасибо большое за участие в дискуссиях и за то, что высказываешь свое мнение и все время приезжаешь к нам на встречи. Спасибо. Евгений Карцев. Вышел в коридор? Да, видимо, да. Евгений, спасибо большое вашей компании, которая не является брокером и не является ни биржей, ни брокером, ни каким-либо провайдером нашего опционного рынка за то, что вы поддержали конференцию и накормили всех яблоками. Спасибо. И я хочу также поблагодарить Игоря Суздальцева. Вот он два дня назад предложил идею сделать онлайн-трансляцию нашей конференции. Мы понимаем, что мы, наверное, недосчитались кого-то здесь в зале, не старались ни ко мне не говорить, так-то по секрету шептать, но, видимо, шепот немножко разошелся. Я очень рада, что НОК стал онлайновым и что у нас будет после этого видеозапись, действительно, будет. Игорь, спасибо, что вы делаете эту работу. Спасибо. Я хочу сказать буквально одно слово, что действительно страна огромная, мало кто, не все могут доехать, это понятно. Я вижу сейчас хорошую милость, что сколько людей в зале, столько же онлайн, и нас в два раза больше, это хорошо. Здорово. Спасибо всем большое. И прошу не проходить мимо стола, не взять талончик. Я пошла раздавать. Спасибо. 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 Спасибо.